Зеленая зона в поселке Южный – прекрасный пример того, когда выделяются миллионы и в итоге они превращаются в опасные аттракционы, разбитые скамейки и надежды. В зоне приземления присутствовали элементы из бетона, но мы видим, что их поправили, однако, как в том анекдоте, забыли убрать. Территорию благоустроили в прошлом году по нацпроекту, но вот во что она превратилась без должного присмотра, по-другому без хозяина. А это уже один из старейших парков Барнаула – юбилейный. Сегодня здесь стоит задача возродить почти 60 гектаров после 30-летнего забвения. Вот только вопрос с администрированием здесь, как и в других зеленых зонах города и региона, стоит остро. Эту тему накануне обсудили в общественной палате края. В масштабах страны миллиардные средства тратятся на благоустройство, и в дальнейшем часть территории может легко превращаться в деградирующую территорию буквально в течение года полтора. Потрачены федеральные, региональные, муниципальные средства, но в дальнейшем нет содержания. Поэтому нужна управленческая модель. Сейчас в общественной палате края как раз продумывают, какой должна быть эта модель и где найти деньги на содержание зеленых зон. Эксперты уверены, необходимо создать единую структуру, которая будет отвечать за развитие тех же парков. И эта структура должна будет учитывать общественное мнение. Вот парк «Изумрудный», опытная работа. Теперь необходимо включать в эту систему парк «Юбилейный». Это может быть отдельная дирекция парков, это может быть управление при администрации, это может быть департамент. Совершенно не важно, как это будет, но хозяин у парков в Барнауле должен быть. Понятно, когда этот алгоритм будет создан, это будет перенесено и на другие территории края. Я не исключаю, что мы подойдем к тому, что будем готовить какие-то законодательные инициативы. Потому что сегодня прокричать и сказать «дайте денег» – это легко. Вопрос «где найти деньги?» – это уже второй вопрос. Но он первый. Совершенно ясно, что это далеко не последняя дискуссия. Ведь объять сразу все зеленые зоны края за раз невозможно. А вот решать вопросы последовательно, в том числе с парком «Юбилейный», это уже ближе к реальности. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский, День Столка.